Всем доброго дня! У нас сегодня Hyundai Grand Starks, он же Urban, 21 год, пробег 49 тысяч километров, можно сказать, практически новое авто. Urban у нас уже класса Евро-6, экология включает в себя уже мочевину. За экологией необходимо поглядывать, потому что плохое топливо, неправильное масло, то есть даже в масле имеется присадка для эффективного прожига сажевого фильтра и мочевины. Также, то есть это некачественные заправки, некачественный топливный фильтр и так далее, и так далее. Поэтому советую вам следить. Если вы не знаете, что у вас происходит с экологией на данный момент, советую вам обратиться в техцентр, где вам сделают качественную диагностику и посмотрят, что на самом деле там происходит. Смотрите, у нас накапливается сажа, забивается сажевый фильтр, забивается мочевина, включается, уже имеется функция авто у машины прожиг сажевого фильтра, она забивается, он все активнее и активнее пытается ее включить, при этом увеличивая количество впрыска топлива. В таких случаях у нас варианта два, развитие именно поломки. Поломка первая. При забитом экологии дистоплива при увеличении количества впрыска начинает попадать в масло. Масло может добавиться литр, два, три, пять, шесть, и масло превращается в воду, и идет голодание, и двигатель выходит в строй. Это первый вариант, довольно частый, распространенный. В нашем случае на пробеге 49 тысяч клиент ехал, вроде бы как все в порядке, пошел дым, машина заглохла и больше не завелась. Сегодня сделали диагностику. Первое сразу, что мы увидели по саже, от нуля до 7 грамм, это такой, то есть допуск до 7 грамм сажи. Помимо сажи в граммах мы смотрим еще само дифференциальное давление. Здесь у нас в практике считается, что 20 грамм это все, то есть это уже удаление. В нашем случае здесь 29,9 грамм. И когда забивается у нас сажевый фильтр, появляется противодавление, уже температура растет в камере сгорания. Туда же, помимо холостого хода, то есть впрыска топлива, включается еще допом прожиг, увеличивается количество впрыска, в связи с чем температура в камере сгорания начинает расти. Она растет, распылитель нагревается. Когда он нагрелся, его плотность падает и давление, давление, именно давление в системе, именно то есть что дает нам насос в рампе, его разрывает, то есть режет. То есть, ну вот смотрите, как в нашем случае произошло. Все топливные форсунки от перегрева у нас расплавились распылители. Это довольно частая практика, вот он. То есть в камере сгорания был перегрев. Также у нас вторая, третья и четвертая. В лучшем случае, в лучшем случае здесь заменим распылители, также заменим колпачки. Вот этот стальной колпачок, который держит распылитель, даже если вы увидите, то его тоже расплавило. Вот здесь вот, то есть вот этот зазор между распылителем увеличился. Колпачки, которые держат распылитель, скорее всего пойдут под замену. Это в лучшем случае. В худшем это будет замена всех четырех форсунок по топливной системе. То есть проблема не в топливе, хотя ее проверили, сделали инспекцию топливного фильтра. Если расплавились форсунки, в таких случаях, то есть диск топлива попадает в камеру с грани в неограничном количестве. В большей части это обходится все вроде бы как хорошо, но в целом обязательно, когда мы сняли топливные форсунки, будем делать эндоскопию на перегрев стенок уже цилиндров и именно плавление самих поршней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!